Этот Мурзик не мяукает и не бегает за хозяином. Тигровый питон длиной в несколько метров сразу обрел массу поклонников. Андрей Грузинов такую большую змею никогда в руках не держал. Говорит, питон в прямом смысле как шелковый. Животные, они потому что ласковые и тоже с ними надо обращаться как с человеком. Я люблю курольку и глади, потому что он со мной дружит. Мне тоже нравится, когда со мной всякие животные дружат. Игуаны, декоративная крыса, белый полос, крокодиловый кайман – все они не прочь пообщаться с человеком. В акции «Погладь меня» участвуют только самые спокойные и дружелюбные животные. Среди общительных питомцев из Кунска – Коша. В отличие от своих диких сородичей, товарищ воспитанный и пахнет приятно. Ему нравится. Он ощущает ласку. В рукава может залезть или под руку, например, может просто залезть. В основном ему вот так вот по голове гладится, то есть ему хорошо. Знакомьтесь, Лексус. Своему тезке автомобилю он легко даст фору, поднять сможет до 300 килограмм. Сейчас на улице холодно и в его шерсти рука буквально утопает. А вот летом его покров будет, ну не больше, чем у лошади. Ребята из приюта «Надежда» многих животных не то что гладят, видят впервые. Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, особенно важно научиться бережно относиться ко всему живому. И питомцы Самарского зоопарка готовы им в этом помочь. Млекопитающие, конечно, в основном любят, когда их гладят, любят, когда их чешут. Вот им тоже приятно. Рептилии и прочие животные, они, конечно, поглупее. И для них это, в общем, никакого стресса для них это не приносит. Ну и сказать, что им хорошо от этого тоже нельзя. Просто ровно воспринимают изменения окружающей обстановки. Подружиться с обитателями Самарского зоопарка все желающие могут по вторникам и субботам. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.